Всем еще раз здрасте, дорогие друзья. С вами по-прежнему RUHUB. Мы смотрим за гранд-финалом ESL One Frankfurt. Работает для вас God Hunt и Malmstorm. Best of 5 серия 1.0 в пользу OG Dota. Врываются вперед. Будем надеяться, что Na'Vi смогут догнать, сравнять. Возможно, даже перегнать OG. Все-таки важный соперник, который длительное время уже не оставляет им шансов. И когда-то надо перебороть эту машину. Да, согласен. Уже давно пора что-то с этим сделать. И по первой игре мы увидели, что пока что Na'Vi еще не придумали какого-то оружия. Может быть. Я бы сказал, что они не разыгрались. Но учитывая, что у них был матч с Vega, они должны быть в форме. И просто очень хорошо именно по микро их переиграли. Первый тимфайт. До него все было более-менее. Но первый же тимфайт обернулся неудачей. Ну и даже по начальному лайнингу было видно, насколько хорошо все у OG построено. Там сейф-тпшечки, перетяжки героев. Все было действительно на высшем уровне. Да, пожалуй, наверное, можно нырнуть в лобби, посмотреть за стадией драфта от Na'Vi и OG. Что нам заготовили ребята на вторую карту. Na'Vi, Earth Spirit, Batrider. OG, Dota забирают себе Феникса и Лайфстиллера. В бан отправляют Na'Vi. Вайда, Титана и Рикимару. Интересный бан. Да, ну уже мне нравится то, что сделали Na'Vi. Во-первых, они забанили Вайда, и даже этот ферст пик Феникса уже не смотрится так хорошо. Следом за ферст пиком Феникса последовал Earth Spirit, который контрит этого Феникса. То есть уже у них есть хороший ответ, хорошая контра. Earth Spirit также не против Лайфстиллера, потому что это мобильный суппорт, который может от него убежать. Может дать сайленс, может дать стан. Стоит сделать поправочку, что Earth Spirit хороший. Потому что герой весьма сильно зависим от того, попадаешь ты нормально или нет. Потому что как играет на нем Крит, мало кто на нем еще так играет. Это, наверное, один из лучших Earth Spirit в мире на уровне Джеракс. Сейчас я думаю, что именно по текущей игровой форме он лучший, потому что тот же Джеракс, он да, хорош. Но Крит сейчас играет на этом герое просто идеально, если посмотреть. Опять же, почему мы не видим в тех же пабликах и на низком рейтинге, и на среднем рейтинге, и даже на таком более-менее неплохом рейтинге мы не видим этого героя практически. Потому что игра на нем, это от максимально какого-то плохого эффекта для твоей команды, если ты совсем ничем не попадаешь, может иметь какой-то просто невероятный эффект, если ты попадаешь всем. У него спилы-то, которые не так больно дэмажат именно за короткий промежуток времени. Даже его ульт, он может нанести там 4000 дэмэджа в драке, но это все периодический урон. У него нет какого-то там взрывного стана моментального, но он очень силен по своей мобильности. У него огромные АОЕ спилов, если так вот посмотреть. И Крит исполняет очень хорошо. Посмотрим, что нам покажет, ну я так понимаю, Санейко. Потому что Санейко тоже саппорт рукастый. Мы все помним, что в свое время он как раз вот именно, когда начал за Нави играть, очень хорошо себя показывал на вот таких вот микрогероях, там на Виверне, на том герое, на котором нужно выбрать позицию, четко кинуть свои спилы. Для артстайла также отличный герой. Вот мы сказали о том, что он любит таких статовых ребят, либо лесников. Но есть несколько исключений. Одно из них Operation. Он вчера играл очень неплохо на нем. Да, и аппарат здесь действительно круто смотрится. Во-первых, подкил Феникса. Во-вторых, лайфстил Найкса. И вот он Леон. Леон тоже крут. Классный инициатор. Опять же, крутой герой против Ancient Operation, потому что тот весьма тонкий. И Леон с ним может в соло разобраться в какой-то момент. Если все пойдет хорошо у Леона и доберется до быстрого даггера и уровня, то такие тонкие герои, как Ancient Operation и Earth Spirit, для него это сладкие булки. Да, и вот опять же по тем играм, которые мы увидели и в Маниле, Леон, если особенно он выносит блинк, он является очень сильным как инициатором, так и контр-инициатором. Бэтрайдер там ничего не может сделать. Он прыгает, получает хекс. Тот же Earth Spirit. Мы сказали вот про его плюсы, но при этом сказали, что у него нету спелов, которые кастуются мгновенно. Ролил болдер, даже вот этот камень поставить, пока он долетит. Все с небольшой задержкой происходит. Леон — это саппорт, у которого моментальные 600 урона с фингера, моментальный хекс, даже стан, хоть и не моментальный, но все равно летит очень-очень быстро. И, как правило, сначала дается хекс, и уже потом подстанчик. Этот герой по своей вот именно взрывной скорости доминирует практически над всеми героями в доте. Нави забирают Сларка. Опять же, для Леона здесь… Ну, нельзя сказать, что Сларк — это и контр-Леону, или наоборот. Все зависит от того, успеет ли там Сларк прожать свой дарк пак. И здесь Леону нужно очень хорошо выдерживать. Но, опять же, на Леоне у нас, скорее всего, будет играть Крит, потому что Флай — это феникс сигнатурный, суперсильный. Скорее всего, именно так распределяться обязанности. Кого еще добрают? Смотри, нужен мидер OG. Вообще могут как угодно. Лайфстиллера мы видели сегодня уже на харде. Может он пойти… Ну, в принципе, Нотейл и Миракл, они как бы… На миде мы вряд ли увидим лайфстиллера, но и тот, и другой на нем могут сыграть. Здесь покажется вообще все, что угодно может быть. Ну, точно не будет саппортов. В этом можно быть уверенными. Но я думаю, что все-таки лайфстиллер скорее больше смотрится для Нотейла, потому что не играют OG без какого-то хорошего инициатора. Это либо Void, либо Слардар, который все еще здесь доступен. Бэтрайдера уже забрали. На ком еще играет у нас господин Мунминдер? Ну, Слардар пока что… Тайтхантера можно взять, на самом деле. Тайт, вот, да, Тайт. Неплохо смотрится. Опять же, и фармить может, ему трудно запретить. Мекку здесь не обязательно уже собирать. Ancient Operation есть. Поэтому можно зарашить какой-то Фордстафф или Даггер и идти драться. OG любят драться. Они любят героев, которые очень активны. Опять же, контактный Сларк под Unchor Smash'ем очень сильно проседает. Да. Да, есть Dark Pact, но это всегда ситуативно. Нет, мы вчера видели, вот, с Вилатом как раз, вот, Йоку играл у нас на Тайде. И это Кунка! Вот это уже интересно. Причем… Что это Тинкер? Кунка Тинкер. Ну, мне кажется, это боевой такой Кунка. Ну, я надеюсь, что это не Кунка Тинкер. Я это уже видел, мне хватило этого на всю жизнь. Не очень сильная, как мне кажется, стратегия. Ну, то есть, вот этот вот крест, конечно, круто, на фонтан, но при этом Кунка постоянно должен стоять на фонтане. И, естественно, нельзя игнорировать такие спылы, как Тайт Брингер, если это фармящий Кунка. Если это какой-то Кунка больше инициирующий, то кресты, торрент. Мы разговаривали о том, что Кунка на фонтане может быть весьма неплохим, если он сначала собирает Доминатор, берет себе какого-то Сатира, фармит Сатиру, возвращается, собирает себе Лотус и Линку, вешает все это на Тинкера, который отправляется, и вот это уже неплохая убойная комбинация. Но это, конечно, слишком. Ну, у нас было время там порассуждать. Еще Солар Крест, чтобы еще на армору убавить. Да, 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 там можно много чего наделать, потому что мы, наверное, минут 20 смотрели за дотой, в которой ничего не происходит, Тинкер прилетает на какой-то лейн, крестом возвращают, он опять улетает и так далее. Это происходило в плотное время. Думаю над тем, что можно еще придумать такого. В принципе, этого достаточно. Можно еще иногда кидать ему баф корабля. Просто на фонтане, чтобы на него действовал баф корабля, чтобы был более плотным. Тайтхантер в бане, значит, мы не увидим его, остается Слардар. Есть еще, конечно, вариант с Клоком, есть вариант с Брудой, но в данной ситуации… Бруда вообще мне здесь не нравится. Бэтрайдер, Эр Спирит, Сларк, все это справляется с пауками весьма неплохо, поэтому это лишний фит. Да опять же, OG редко играют через Бруду. Они любят драться, они любят использовать всех 5 героев в файте. Минус Виндрейнджер от OG, ну и последний пик – это антимейдж. Вот так. Это все-таки… Это кунг комит, лайфстиллер, оффлейн и антимаг на изи лейн, я так понимаю. Это смотрится наиболее убедительно. Ну и надо сказать, что в свое время Синг-Синг показывал, насколько силен кунг в миде. Если получает быстрый 6-ой и всем попадает, то может взорвать практически любого соперника. Ну проблема только одна, вот именно попасть своими спилами. Но опять же, для этого есть крестик. Вот этот вот Тайт Брингер, который сейчас работает очень хорошо. Можно им и не пушить линию. Но пик OG очень суровый именно по своему боевому потенциалу, если выформят они шмотки. Да и даже если просто в начале ранний левел получают, лайфстиллер с кунгой могут наделать много дела. То есть бомба с антимагом, с фениксом, кунгой, который там дает корабль в Сларка или торрент в Сларка. Если Сларк, ну даже в своем ультимейте он может попасть на эти спилы, это всегда опасно. Надо как-то решать проблему с яйцом. Нужен какой-то рейнджовый мидер, который неплохо тыкает. Потому что пока есть Сларк, который в теории доберется до сабли. Самое время для тролля. Тролль, ну это, конечно, неплохо смотрится. И мы даже видели уже на этом турнире его, но это слишком рисково. Пять секунд, всего лишь баф, это маловато. Темплар Ассасин, да, появляется более-менее оранжевой герой с Драгон Лэнсом. Он вообще хорош. Но Дэнди попытается повторить то, что показывал Мурикул. Да, очень неплохая здесь темпларка. Она не проседает от Тайт Брингера. Ну то есть против Кунки реально можно стоять на каком-то там СФ, Инвокере и просто терять слишком много хп от Тайт Брингера. Если, конечно, Нотейл будет его качать. Но у темпларки такой проблемы нет. Плюс у нее хорошая атака, она очень хорошо стоит. И периодический урон, если посмотреть здесь, его тоже не так много. Но Феникс, это единственная проблема для темпларочки. Да, весьма широкий пул героев получается OG. Используют уже и Кунку в качестве мидера. Интересно будет за этим посмотреть. Они пробуют что-то новое. Если ты пробуешь, у тебя получается, ты можешь эту стратегию припасти и где-то в решающей стадии турнира другого ее использовать. Даже если ты сейчас проиграешь, то это будет навсего 1-1. Ну и в целом... Так, вот нам как раз убрали ход. И можно посмотреть, кто на ком играет с самого начала. Пойдем с команды OG начнем. Флай на Фениксе. Леон от Крита уже побежал ставить варды. Антимаг Миракл. Мун на Лайфстиллере. И Кунка от Нотейла. Да, ну и команда Na'Vi. Дитяра будет играть на Сларке. Арт-стайл. Эншент Оперейшн. Дэнди. Темплар Ассасин. Санейка будет катать на Эрспирити. Генерал порхает на Бэтрайдере. Как-то так. Да, в роли догоняющих Na'Vi. 1-0. Но шансы на камбэк всегда есть. Даже как ты сказал. С 2-0 можно вернуться в игру. В теории в этом как бы прекрасно дота. То, что в какой-то конкретной карте ты можешь не иметь никаких шансов. Но потом все начинается с нуля в следующей карте. Шанс всегда есть. Ну что, поставил вард вот такой вот у нас замечательный. Я так понимаю, здесь Санейка закатился. Сверху поставили свои варды OG. Они сосредотачиваются именно на верхней половине карты. Абсолютно уверены, что снизу им ничего не будет угрожать. Нужно играет Миракл. А его нечем поймать. Он уйдет с блинка, если что. Поэтому он здесь может на разведке. Поразвлекал немного. Он спалил местоположение команды Na'Vi. Значит, на топе можно без труда забирать баунти руну. Здесь дитяра с арт-стайлом. Нутейл идет в своей бандане красный. Вкачал торрент на первом лавеле. Ну, под Феникса это на самом деле круто. Ты поднимаешь, Санрей идет в одну точку. Фениксу не надо мансить. Да вообще спелл очень классный. Много демеджа опять же у кунки. И Тайтбрингер. Ну, я не знаю. Я вот сколько смотрел, Тайтбрингер не часто качают кунки. Но зачастую именно они отыгрывают на саппорт роли. Все-таки сила Креста против вот такой особенно темпларки. Мы сказали о плюсах, но можно сказать и о минусах. Крест, он не позволяет тебе даже там с блинка как-то уйти. Все равно тебя вернут. Это как Дизраптор, только у кунка. Ну, обратный эффект. То есть у Дизраптора ты убегаешь, потом тебя возвращают. А здесь сначала тебя привязывают и... Генерал, подкоп, пошел Санрей. Проблема у генерала. Ну, маленький демедж пока. Пять стаков уже, кстати, на Меркель висит. Там можно еще и пободаться. Еле живой генерал. Хоть неужто дотыкает? Нет, не хватает. Чуть демеджа мимо. Прокатывается Санейка. Хотя не было смысла попадать в крита. Он фуловый и ничего ему не сделать. Бэтрайдер. Есть ли банка? Банки нет. Придется отъедаться тангусами. А вот намазал его Санейка. Санейка, да, из банка. Ну, все равно это хороший размин для OG. Они здесь сразу этому Бэтрайдеру объясняют, что будет стоять ему не очень просто. И самое главное, чтобы антимаг фармил именно в начале. Там с левелом антимага уже будет попроще. И опять же здесь антимага… Самое главное добраться до кольца сейчас. Он покупает себе пока стики, которые помогут ему очень. Не знаю, есть ли они у Флая. Флай без стиков пока. Против Бэтрайдера выгодно всем брать. Ну, для Феникса… Да, хорошо в начале. Соглашусь, что можно взять. Но опять же, такой вот герой, который… Нечто общее с аппаратом у него есть. Он там стоит где-то вдалеке, практически не подходит. Только вешает Супернова уже в удобный момент. Так, захиливается у нас антимаг. Немножко его размяли. Здесь тем временем крит. Второй левел получил. Идет на руну. Интересно будет посмотреть за действиями Муну. Уже третий уровень имеет на второй минуте. Это очень неплохо для Лайфстилера. Пошел крест. Возвращаю Дэнди. Дэнди очень неприятно. Посмотри, пол Дэнди отлетела. И надо прожимать рефракшн. Да, вот так вот. Пожалуйста, вот этот крестик. Очень сильно его… Раньше необходимо было качать. Сейчас просто ты берешь на единичку и все. И качать не нужно. Ну, в плане радиуса, конечно, приятно раскачивать. Но в плане длительности. И очень неудобно было. Еще в свое время было неудобно то, что ты вроде бы его вкачал там на 4, но тебе, чтобы его вернуть, нужно вкастовать и еще раз потратить 50 маны. Не всегда эти 50 маны было. Сейчас это не стоит маны, вот этот возврат. И тоже это очень здорово для Кунки. Ну, для него монопул критичен. У него 300 маны всего. А спулы дорогие. Там 120, торрент, корабль. Попытка заморозить Муна. Мун. Нет, не замерз. Отбегает. Ну, у него рейдж был, если что. Да и, в принципе, здесь тяжеловато с ним разбираться. Вот мы говорили, что Тайтхантер силен, слаб, точнее, против аппарата. Кракеншалл не работает. А лайфстиллер наоборот. Он рейдж, его спасает от чилинг-тача. Очень здорово. Ну что, Дэнди пока что стоит лучше, чем Кунка. Это и должно было быть так. Потому что все-таки у Кунки АОЕ сплэш. АОЕ дэмэдж. У Дэнди, наоборот, точечная атака. Сильная. И крипов ему добивать попроще. 14 на 11 против 9 на 2. Снизу мы видим, что у антимага никаких проблем. Саппорта ему здесь сладкую жизнь обеспечивают. Несмотря на то, что два игрока Нави ему пытаются помешать. Ну и лайфстиллер, у которого пока что 6 крипов. Он взял себе рецепт на талон. Но пока что продолжает получать X-пул. Просто здесь стоять. Он подошел, добил крипа, уходит. Да, конечно, подворовывает статы. Унес ларк. Это неприятно. Пошел крест. Возвращают Дэнди. Подает на торрент. Рефракшн. Очень слабенький остается. Ну и ноттелл забирает руну дабл дэмэджа. И пятый уровень сейчас будет. Надо аккуратней быть. Может и снести ненароком. Миракл. Третий уровень антимаг. Да, из-за того, что стоит в трепле не так быстро экспица. Все-таки уровень для него тоже важен. Побыстрее поапать блинк. Получить мановоид. Ну да. Тоже приятно. Ну естественно. Вмедляем. Стычка. Пошел с анрей. У Дэнди огромные проблемы. Ну и вот она реализация дабл дэмэджа. Как я и говорил. Тут же фраг. Правда достается он флай. Он флай на фениксе. Это страшная сила. Определенно. Намазали его еще ботлом. Но тейл. Пятый уровень. В скором времени появится корабль. Еще опаснее будет. Да. С кораблем там уже и без дабл дэмэджа можно разбираться. Ну вот они у джи. Просто моментальная перетяжка в мид. Забрали тембларку. Нави ничем не успели подсейвить, как-то ответить. Потому что ноутейл постоянно спамил вот эту комбинацию. И очень тяжело разобраться, когда он постоянно ее спамит. Когда он собирается тебя убивать. Когда просто так разминает. И вот сейчас еще раз. И феникс на позиции. Снимает рефракшн. А там все еще работал дабл дэмэдж. Штычка пошла. Дэнди уходит еле живой. Но тейла здесь не взять. Эрспирит не попадает. Булыжником попал. Но тейл. Торрент. Санейка подлетает на торренте. Но феникс ничего не сделает. И перейти не получится. Слишком далеко все энэми. Да. Ну вот флай очень классно подключается на мид. Он именно имеет периодический урон. Поэтому снимает рефракшн. Также торрент. Это тоже периодический урон. И он также неплохо снимает рефракшн. То есть там не единичный тебе залетает. А в несколько тычек. Поэтому здесь кунка пока что могет. И мы видим, что по крипстату уже он выровнялся. Пока дэнди там отправился в таверну. Там муна могут быть проблемы. Хотя дитяра отступает. Мун еле живой. Еще буквально. Тут оба. Оба очень сильно просели. И там снизу одновременно с этим идет какой-то замес. Флай. Флай очень жестко. Генерал пока без лассо. Флай пытается уйти. Стики. Здесь рядом нотейл. Аккуратнее надо быть генералом. Вот он пошел торрент. Корабль. Санрей наперед. Надо возвращать. По-моему да. И вот он санрей. Торрент. Генерал. Файерфлай закончился. Погибнет здесь скорее всего флай. Если у дэнди хватит дэмдж. Ой-ой-ой. Замедлил очень жестко атаку. И дэнди не может сделать тычку. Сейчас замедляет флай. Санейка уже здесь. Флайа добивают. Да. Почти ушел. В любом случае размен плюсовой. Это хардлей на суппорта. И нотейл. Опять. Опять. Подбирает себе. Ну вот тот самый корабль. Битрайдер решил в обход даггеру, я так понимаю, играть. Потому что у него появляются Брейсер и Гиндлейс. Слушай, реально Нави как у Джи стали играть. Вот это Мунминдеровский битрайдер, который играет через барабаны. Может быть даже Лассо долгое время не будет качать. Ну, судя по всему так и будет. Только из-за того, что у него шестого не будет. А не из-за того, что слишком большой левел и нет даггера. Это такая альтернатива. Альтернатива, да. Лассо у него тоже не будет. Но по другой причине. Так, Сларк тем временем нападает на Лайфстиллер. На Лайфстиллер моментально использует свой ультимейт. Отхиливается. Очень неплохо разминает дитяра. Дитяра воруют. Там Шадоу Дэнс на самом деле есть. Я не знаю, почему Мун так быкует. Да, потому что Мун здесь не забрать. У него... Хотя Рейджа-то у него нет. Потому что Сларк своровал у него все статы. И просто у него кончилась мана. Был рейдж. Кстати, дитяра мог бы и забрать. Если бы учел этот момент. Да, но сейчас уже мана натикала. И, используя рейдж, уходит. Неплохо Мун напрягает. При этом подфармливает сам. 27 на 14 у него уже Крепстат. Уже Дно Тейла догнал. Напрягает. Но он не напрягает. Я бы сказал, что он напрягается сам еще при этом. Очень неплохо. Да, антимаг получил 6 уровень. 50 на 6 по Крепам. Обходит Сларка весьма-весьма. Можно открыть нет ворса. Пока всего 6 или 7 сотен преимущества. Но мы прекрасно понимаем антимаг, который быстро добирается до БФ и начинает набирать с нереальной скоростью. И остановить его будет очень трудно. Да, причем Паунс контрит с облинком. И ты антимага с Ларком только не поймаешь. Есть, понятное дело, Эр Спирит и Бэтрайдер. Но этого может не хватить. Очень хорошо Мун себя чувствует на этой линии. Тем временем на миде. Торрент. Корабль пошел. Стан от Леона. И Дэнди здесь забирают. Слишком много. Да, закатился Санейка. Зачем вообще это было? Крест через 2 секунды. Залетает Феникс. Просто поджигают Санейка. По-моему, это очередной фраг. Это суммарно минус 3 от OG. А что за врыв? Для чего? Засейвить от Санрея у тебя не получается. Там еще и Дитяра может погибнуть. Минус 4 от OG по всем частям карты. Что происходит? Ну, Мун, можно сказать, что Мун просто в одиночку сейчас полпобеды делает для своей команды. Потому что он один стоит. Он забирает опарейшена. При этом еще и разминает Сларка. Приходит сюда антимаг, добивает Сларка. При этом у Муна 7 уровень. У него 30 крипов. У него топ-3 нетворс на хардлинии, на которой он стоял один абсолютно. Ему никто не помогал. Дэнди. Опять торрент. Там палец есть. Там есть палец. Пошел Санрей. Сбивается рефракшн. Пошел подкоп. Дэнди получает палец. Неужто добьет с руки? Не получается, и Крит здесь, скорее всего, погибнет. Крит перепаковал. Тем временем Флая могут забрать. Флай горит. Феникс сгорает. Сларк здесь же на позиции. Сларк. Сларк нужно возвращать. Возвращает. Нет, не возвращает Бэтрайдера. Бэтрайдер в итоге возвращает. Слишком поздно. Корабль уходит в молоко. И это минус 3 в исполнении Нави. Неплохой ответ наконец-то удается сделать. Ну, слишком далеко зашли саппорты. И в итоге всю эту троицу на миде и приняли. Обращаем внимание на то, что Миракл выбирает путь не через Ботов Юрия, а через Вангвард. Это очень популярный сейчас вот этот айтем билд, учитывая, что из ВГ потом делается бошарок. Не знаю. Посмотрим. И учитывая, что активная дота пошла, этот Вангвард может окупиться. Но я бы все равно, конечно, голосовал здесь за БФ каким-нибудь там вторым, может быть, артефактом. Унка, аркан ботинки. Просто в кастер у нас превращается пока что. Может, какие-то грифсы соберет. Чуть позже будет у него возможность еще собрать себе атакующие артефакты. А пока что действительно он кастует. Мы видим, что Тайтбрингер он взял всего-навсего в единичку. Больше не нужно. Максит крест, максит торрент и корабль. И пока этого демеджа хватает. Корабль наносит на первом уровне 400 демеджа. Это много. Пошли эншенты для Дэнди. Обратите внимание, Тэмпларк там собирает урожай, который настакали. Хорошо, очень хорошо здесь для Дэнди. Аквила, ПТ, Блайтстоун. Быстренько заберет эншентов в топ-2 на Творс. Несмотря на то, что дважды его убивали на миде, все равно чувствует себя здорово. Сларк 1500. Интересно, что сделает Сларк в этой ситуации. Шадоу Блэйд. Сильвер Эйдж, наверное. Против Аэма будет очень хорош. Ну, тут не так много магического демеджа, конечно, но пригодится. Ну, да, там не так много, но для Сларка, учитывая то, что Сильвер Эйдж покупают иногда даже просто в ситуации, когда нет ни одной пассивки. Он стал более удобным. Он собирается из этого ультимейт арба, который статы дает. Соответственно, ты не так много теряешь. Ты собираешь статы, когда уже нет слотов, а Shadow Blade выкидывать не надо. Просто тайж Сильвер Эйдж. Да, ультимейт арба всегда полезно даже просто купить для Сларка, учитывая, что он усиливает Shadow Blade. Получается неплохо. Миракл. Кстати, генерал. Генерал хватает Миракла. Пошел сюда. Из бласт от аппарата. Очень неплохо разминают Миракла. И Миракл погибает. Отлично сыграно от генерала. Не знаю где, но он умудрился нафармить себе уже аж 8 уровень. При этом появился Блинк. Но это не голый Блинк, а еще и с брасерком и виндлейсом. Генерал-то знатно поднял. Да, собственно, забрал какие-то стаки. Мы на внимание не обратили. Дэнди на ботаме. 11-й левел апает. Есть Аквила и улетает на базу. Нужно полечиться слишком. Лоу-хпшный был. Мун. Дитя Ра тратит в Дарк Пак. Пошел на него выход. Вот, взять его не получится. А вот подразмять можно. Что, рейдж? Очень классно используется вот этот рейдж. Дитя Ра просто уходит в инвиз и начинает регениться довольно быстро. Но Муну хп вообще не снял с Ларк. Мун здесь остается на линии. У него при этом есть стики и почти полный монопол. И с Муном проблемы огромные. То есть за ним тоже нужно как-то гоняться. Нужно гоняться и за Аэмом, и за лайфстиллером. Потому что оба они формят достаточно быстро. И в разных частях карты. Ну, все-таки Аэм без БФ не такой шустрый фармер. Поэтому по одному крипу также отстреливает. Та же Темпларка, которая будет выбирать периодические стаки. Вейлов Дискорд появляется на кунке. Очень интересный выбор. Ну, вот он, пожалуйста, чтобы увеличить свой рассказ. Ну, что говорить. Действительно очень сильный рассказ у него. Опять же, вот этот корабль не столько много дэмэджа наносит, сколько он имеет. Маленький кулдаун еще при этом. И это вдвойне получается круто. То есть ты постоянно. Такой своеобразная альтернатива в какой-то степени паку. Тоже все кулдауны маленькие. Конечно, побольше, чем у пака. И сравнивать этих двух героев нельзя. Но тоже очень много магического дэмэджа. Поэтому Вейлов Дискорд заходят. Торрент, магия. Даггер появился у Леона. Опасный момент. Что крит седьмого. Палец есть. Очень быстрый. Машин Топорейшн пытается доформить себе Мидас. У Артстайла 1200 на руках после перчатки. Да, Мидас тут нужен. Определенно. Игра, возможно, будет затягиваться. Хотя это OG. И они могут сотворить какую-то ересь. И закончить ее и на 25-й. Или наоборот. Все равно нужно. Но все равно ты кидаешь свой ас-бласт. Издалека ты вряд ли успеешь что-то выформить. Действительно полезное. Глимер какой-то может быть полезен. Все-таки, когда уже собирается Вейлов Дискорд. Защититься от магического урона. Это приятно себе. И засейвить кого-то. Но решает Артстайл пойти по такому пути. Вообще, если выформят. Если Нави удастся чуть затянуть игру. Пик у них боевой, хороший. У врага, конечно, тоже очень хорошие герои. Но Темп Ларка плюс Сларк могут разбираться. Перетягиваются все вниз. У нас планируется какая-то драка. Бэтрайдер уже здесь. Миракл танкует. Но Тейл стоит на подсейве. Миракл дает сайленс. Пошел Айс-бласт. Попадает. Пошел корабль. Бэтрайдер хватает Но Тейла. Но Тейл не может ничего сделать. Здесь же Мун. Инфест-бомба. Стан подвоим. Отличная открыта. Крит просто разваливает команду Нави. В очередной раз. Дэнди. Посадили на крест. Дэнди уходит в инвиз. Дэнди получает торрент. Супер нова. И у Дэнди проблемы. Но генерал все еще жив. Ужигает всю вражескую команду. Но, по-моему, нет. Не хватает здесь генерала. В итоге Но Тейл аккуратненько отступает. Все практически фуловые. Вангварды с Андрей, которые очень сильно здесь зарешали. Опять же, ульт Ancient Operation, по-моему, был не особо качественно. Да, это не особо хорошо. Уходит Дэнди с даггера. Тоже решил не собирать быстрый дезолятор. Сейчас ему очень даггер пригодился. Иначе он бы здесь, наверное, погиб. Телепортируется на фонтан. И обратно. Возвращается на кресте. Очень юзабельная фишка. А еще и бутлы можно наполнять. Пошел Ice Blast. Очень хороший Ice Blast. Врыв. От Spirit and Miracle. Очень сильно просел. Добьют ли его? Добивают. Уже Flyer. Moon. Moon включает рейдж. Дитяра. Пошел корабль. Moon садится в крипа. Выходит. Можно забрать Moon. Падает Earth Spirit. Минус Moon. Дэнди. Посадили на крест. Пошел торрент. Возвращают. Поднимают на торрент. Сбивает Blink. Пытается уйти. Но Тел его замедлили. Вейл в дискорд откатился на это особо. Ему сейчас не поможет. Кто его может здесь спасти? Врыв от крита. Хороший подкоп. Продолжить нечем. Но Тел может и замерзнуть. Замерзает. Нет. Отсюда уже не уйти. Надо просто закупаться. Купается кольцо Регина. Отличная ответка от Na'Vi. Минус 3. Еще. Еще. Дальше. Крита видят. Крит. Ничего не может сделать. Крит. Ей станчик. Дает станчик. В двоих опять станчик. Крит. Успокойся. Погибни. Просто погибни. Что за приговор? Майл. Погибни. И он погиб. Действительно. Ну. Крит. Конечно. Выдает. Опять феноменальную игру. Что на Earth Spirit. Что на Леоне. Сейчас он станет. По 2. По 3. Героя минимум. Даже вот в такой ситуации. Но это очень решает, когда начинается драка. Na'Vi очень достойный ответ. Да. Единственная проблема то, что АМ ушел. Взяли бы еще АМа в этом файте. Было бы вообще все замечательно. Потому что там уже БФ нарисовывается. Есть Midas o Ancient Operation. 17 минута. Не так уж и плохо. Линза появляется у Кунки. Это еще жестче. Радиус его спилов. И так и маленьких. Там того же Креста. Теперь ну вот просто если посмотреть. Боже, где он? Есть этот Кунка. Вот он. Вот он радиус Креста. Он просто за экран. Может тебя подцепить. Это супер неприятно. Сладко в Shadow Blade. Врывается. Идет, идет. Ничего не боится. Находит сейчас Кунку. Да, вижу. Находит Леона. Леона можно убить. Можно убить Леона. Тычка. Паунс. Попадает. Леона очень больно. Еще Стан уходит в Shadow Dance. Не хватило чуть-чуть. А если Крестиком подцепить, Дитя Ра должен спускаться Паунсом отсюда. Его показывают. Все. Нет, это пошел корабль. Вернули. И уничтожили. Дитер Спирит еле живой. За ним в хули Ассасины бегут, которые готовы его размотать. 19 хп. Они его еще и отравили. И просто следовали за ним. Ждали, когда он умрет. Ну нет. Выживает здесь Санейка. Да, причем, по-моему, Крест-то он вообще не скидывается ничем, насколько я понимаю. То есть Сларку никак не смог убежать, несмотря на то, что там нажал Дарк Пакт. Он все равно остался к Кресту. Сейчас может быть экшен Дэнди. Дэнди заметили. Будет ли блинк открыта. Там палец есть. Если... Ой-ой-ой, Дэнди. Реакция. Реакция Мангуста. Дэнди. Санрей. Пошел Айс Бласт. Дэнди уходит в инвиз, но не досидел в инвизе. Просто теперь его забрали. Ну мог успеть уйти Даня, не среагировал. Конечно, обидно и получился фраг. Кунг отправляет себя на фонтан. Спокойно подхиливается. Забирает, может быть, что-то. И возвращает. Готов БФ. Готов БФ у антимага. Девятнадцатая минута. Топ-1 по Нетворсу. Сейчас еще будет разгоняться. Здесь погоня. Генерал будет ли прыгать на Нотейла. Но это слишком толстый таргет. Флай выживает. Есть яйцо. Транклила работает. 15 тика в кармане. Поэтому не так просто его будет забрать. Забрали здесь дитяра. Сфингера. Щелкнул его. Господин Крит. Ну и продолжают давить. Вот еще, конечно, стоит отметить, что вроде как очень хороший у Нави такой вот этот вот ультимейт командный. Но в начале драки им очень тяжело кого-то моментально стереть, потому что залетает корабль. Он дает всем очень жесткий баф, с которым крайне тяжело что-то сделать. Бэтрайдер запрыгнул. Подцепил Крита тут же. Крест тут же. Тарент. Проблема у генерала. Въезжает. У него корабль Чусанейка подставился под этот корабль. Что же вы все так хотите на корме-то посидеть Нави? Да, в итоге Супернова ставится. Дэнди сейчас вернут под эту Супернова. Возвращают. Подбрасывают на Тарент. Феноменальная игра от Нутейла. Дэнди уходит в инвиз, но его сжигает Флай. Не было рефракшена. И все это время сплитпушит Миракл, который вообще не хочет участвовать в файтах. Думаю, это и не надо. Феникс собирает Мидос. Две вышки сразу начинают падать. Задефать пока ничего не получается. За сплитпушить тоже падает вышка на топе. Втроем пытаются уронить вышку на ботами. Ну вот, да. Но Тейл здесь все очень круто сделал. Не дает подцепить вообще никого безнаказанно. Тут же возвращает бетрайдера. Забирает его. Миракл находит его дитяра. Ну а что? Что он может сделать? Миракл в любой момент уходит на блинке. И никаких шансов. Уже 10 тысячный творца. Да, пока что вторая игра вроде бы 16-10. И начало более-менее ровненькое. Преимущество 10 тысяч. Преимущество 10 тысяч ОУДЖИ по золоту. По XP чуть меньше. Около 6. Да, это в любом случае ничего не значит. Потому что хороший ультатаппарат. Магнетайз, бетрайдер, врыв, даркпакт. Это все может изменить моментально. Там отхилы как такового нет. А герои у Нави очень сильные. С этим никто не спорит. Но ОУДЖИ вот просто круто играют. Ты на них смотришь, комбинация всех сплывов. Все работает. Вот эти кунки какие-то в мид невнятные. И при этом это все идеально исполняется. Сейчас еще появится, я так понимаю, какой-то даггер у Нутейла. Или он что-то дальше будет бустить. Да тут вообще на самом деле все что угодно. Постоянно возвращается на фонтан. И да, вот он появляется блин. Как раз теперь еще жестче инициирует. Скажем так, ОУДЖИ работает все, что должно работать. Плюс периодически работает круче, чем должно работать. Некоторые вещи. Там какие-то станы, какие-то корабли-торренты. Плюс одного цепляют. Крит. Снова с инфес бомбы. Готов куда-то ворваться. Врывается, находит Артстайла. Артстайл здесь погибнет. Крит. Пытается еще и помансить. Пошел Санрей. Его выхиливают. Дитя Ра в толпе. Ставится яйцо. Прилетает корабль. Дэнди скорее всего погибнет. Минус Дэнди. Дитя Ра догрыз хотя бы Крита. Но уйти отсюда не получится. Минус 4 в исполнении ОУДЖИ. Возможно еще и генерала заберут. Но он уходит с даггера и выживает. Как-то все плохо. Ах, подожди, Найкса забрали. Ну, Найкса забрали. Да, забрали при этом еще и, конечно, Леона. Но все равно это размен в 4. И при том, где он был. Он был вот здесь вот в позиции, где не должны так жестко ОУДЖИ были доминировать. Ну, удобное для Нави. Для дефа. Но, ой-ой-ой, Бэтрайдер на грани сейчас был. Ничего тебя не спасет против креста Кунки. Ни Блинки, ни Форстафа. Если ты попал на крест, все, тебе конец. Поэтому очень неудобно, конечно, играть против такого героя. Очень неудобно. Да, все внешние ТВРа уже попадали. Миракл практически с Манта Стайлом. С Мантуем вообще шансов не оставит никому. По нему и так контроля особо не хватает. С его реакцией, я уверен, он спокойно будет Бэтрайдера и выйдить с Манта Стайлом. Ну да, да и Бэтрайдер особо уже не имеет возможности напасть. Он постоянно где-то повязан на Нави в какой-то драке, где нет антимага. Антимаг только приходит, когда ему захочется и собирает дань в виде нескольких фрагов. Но действительно, чтобы его пробить сильно, такого уже давно не было. И продолжает действительно отрываться очень жестко. Практически всю игру, вот я смотрю, мы смотрим за вот этой вот зоной, вот этой вот зоной и за вот этой вот зоной. Все. На половине OG просто игра не идет. Все три тир-один вышки стоят. Верхняя вообще не потеряла ХП. Мунминдер божественно отыграл на хард-линии. Ну, у него хороший герой был, конечно. Но все равно, он настолько круто отыграл, то, что он с нее вынес, а черти нет, сколько, так он еще и даже не дал подойти к вышке. И 1300 кп у него до сих пор осталось. Да, нетворс такой же, как у мидера команды Нави. Понятное дело, что сейчас трудно судить по нетворсам, потому что преимущество колоссальное у OG. И не самый лучший момент делать выборку по нетворсам. Да нет, ну почему можно? Она как бы отражает. Она отражает то, что тебя уже месят минут 10 и убивают. Соответственно, герой даже, который ужасно отстоял на оффлейне, участвуя в ассистых каких-то киллах, он подымается очень сильно, а ты падаешь по нетворсу. Поэтому не показатель, как ты отстоял лейн. Так, Сларк находит сейчас Феникса. Видят также Кунку, но не решается ни на кого напасть. Вот сейчас все-таки нападает на Феникса, пытается его стереть. Нутелло, Нутелло, всем вместе замесить Нутелло, Нутелло. Стерли до раскаста, также крит попадает под стан, крит минус. Тут генерал все еще жив, генерал остается у Супернова. Стереть Супернову, быстро-быстро стереть Супернову. Супернову стерли, Миракл врывается в драку, Сларк успел уйти. Стан, забирают Муна и сейчас можно забрать Миракла, попробовать хотя бы. Сларк получает мановоид, Сларк все еще жив, Миракл убегает. Можно преследовать, можно преследовать. У Дэнди есть даггер, запрыгивает, тычка смолдау, очень больно Миракл упрыгивает. Есть трэпа, замедлили, будут ли преследовать, но, наверное, уже не взять. В любом случае, минус 4 от Нави в размен на одного бетрайдера, это 4000 падает в копилку. Они практически половину преимущества отыгрывают моментально. Всего-то надо было синициировать в кунку и съесть его моментально. Но OG сейчас прекрасно поймут, чем их загонтрили. Должен появиться сейчас гем моментально. Что вот этот Сларк, который дал Vision по всей позиционке, пришел и съел кунку. Ну, прямо скажем, кунка, но Тейл совсем обнаглел. Он стоял вот здесь, вот стоял, можно сказать, один. Там рядом с ним был только Феникс, не успевали помочь ему тиммейты. Конечно, очень сильно обнаглел, и надо было наказывать. И наказали. И у Апарейшена уже появился Аганим, 12 уровень. Артстайл просто нереально расфармился. Вот сейчас у Нави появляется легкий шанс, им удалось затащить тимфайт. Они сейчас купят себе парочку артефактов. У того же Дэнди может появиться БКБ. В БКБ ему будет гораздо проще. Кунка уже не будет ему так сильно засаждать. Слава богу, на БКБ крест не работает в доте. Иначе это было бы слишком. Дум сейчас смеется тебе в лицо своим ультимейтом. Говорит, ничего страшного, на БКБ все нормально работает. Дум это Дум. Но если бы крест именно работал, это... Я даже не знаю, кунка был бы у нас с ферст пиком, наверное. Так, ну и Дэнди. Дэнди подбирается к БКБ. Бэтрайдер Форстаф имеет Блинк. Пошел Смоук. Дэнди вместе с генералом вдвоем запрыгивает в Рош Пит Дэнди. Им, понятное дело, там выгодно подраться. Потому что их аппарат в команде и ультимейт аппарата в Рош Пит очень сильно работает. Ответный Смоук от OG. И они идут на поиски. Они, судя по всему, не понимают, что сейчас Рошана бьют. Возможно, зайдут, конечно, туда чекнуть, но... А ведь могут найти Санейка. Санейка классно стоит. Спалит Смоук из-за дерева. Его еще никто не увидит. Крит. Пропадает Смоук. Пошел Сайланс по криту. Форстаф. Лассо на Амуна. Пытаются его выхнить с Андреем. Корабль пошел. Погибает. Орспирит ставится. Отличное яйцо на хайграунде. Не уйти отсюда, генерал. У Дэнди огромные проблемы. Будет ли под Копмана вводит в Дэнди? Минус 3 от OG. Насколько была эпична от Нави прошлая драка и хороша, настолько же это была не очень хороша. Посадили его на крест. Пытаются уйти, но нет. Шадоу Дэнс. Шадоу Дэнс спасается. Он здесь разбирает Дэнди. Бэйбэк у Дэнди нет, поэтому подраться здесь не получится. Дитяра понимают, что по нему там есть вижен. И заходить еще раз в Рошпит не стоит, когда Шадоу Дэнса нет. Не смогли быстро стереть крита. При этом Айс Бласт вообще не попал ни в кого. Ну, слабый Айс Бласт был. И в целом Нави еще и Рошана не добили. Может быть стоило остаться добивать его. В общем, шанс был великолепный, но теперь все придется начать с нуля. И еще и Аегис у антимага. На OG вовремя прочитали. Не знаю, там насколько слышно, конечно, было что-то. Или сами догадались. Ну, понятие здесь не сложно. Если нет одного героя на карте, соответственно, где-то должна быть команда Нави. Здесь хорошие варды стоят и, конечно, должны были осознавать такая команда, как OG. Эбисал готов у антимага. Преимущество колоссальное. Ты посмотри, ты 17 тысяч. Уже 18 тысяч нетворса против ближайшего преследователя. Это Дэнди с 10 тысячами. Ой-ой-ой-ой-ой. Тяжеловато будет Нави сейчас. Да, и колоссальный левел. Лайфстиллер с саблей, армлетом. Давно не видел я сабли на лайфстиллере, но по старым чертежам. Как-то вот на кор-лайфстиллерах ее перестали покупать. Почему нет? Уже пички. Так, найдут сейчас кунку. Находят кунку. Ну и что? Хочется сказать, крита. Крита можно попробовать подцепить. Но рядышком Мун, рядом кунка. И дитяра понимают, что риск слишком велик и решает не рисковать. Много вижена сейчас дают дитяра. До сих пор нет гема. Ой, на Тейл. На Тейл посадился на Крит. Вот генерал может быть на Муна. У него, если что, аегиса нет. Его можно и скушать, но ты один стоит. Опасно, конечно, на вырываться. Еще рядом крит, который моментально ворвется и прервет это. Лассоточный остановит на месте. Да, вот мы видим, насколько неприятно бывает играть на 30-й минуте, когда у соперников все тир-один ТВРа стоят. Ты просто не можешь передвигаться так, как хочешь. Неплохо было бы это как-то изменить. На самом деле, если ТВРа посносить, здесь золото заработать можно очень много. Но просто не дают подойти к ТВРам. Нави только и делают, что сидят на базе. Хотя, казалось бы, вот прошлая игра, Бэтрайдер от УДжии, и он не выпускает с базы тебя. Но здесь преимущества никакого нет. Так, сейчас смотрим на Нотейла. Он телепортируется. Да, но он... Он на миде. Да, вот на топе у нас антимаг, который заходит на хайграунд. Булыжник заивейдил. Приходится прожимать фортификейшн. Миркл не особо стесняется. Хотя он сейчас видит то, что Дэнди находится на ботами. Это значит, что можно посплитпушить. Вроде не так много атаки, 200 всего, но с его атак-спидом он вышку нормально отцает. Не хотят на него ничего тратить, хотя он здесь один, но это уже, конечно, супер неприятный момент. Ждет крит, когда кто-то подойдет фармить мидл. Типа дитяра. Да, вот он дитяра. Можно ворваться. Хекс моментальный, дитяра. Подкоп. Минус. Байбэка у него нет. Похоронный корабль в дитяра. Уже после смерти. Ну, слишком... Сентри, который дают вижен. Очень крутая позиция, да. Ты сидишь с Сентриком-Обсервером и инстахекс. И с Ларку среагировать очень тяжело. У него там только... Очередная инфиз-бомба. Только-только выпрыгнул из крита. Что навиг. Можно ворваться в кого-то бэтрайдера, на самом деле. Это идеальный таргет. Мирку. Стоит просто нагло бьет. Сан-Вардом. Вообще по барабану. Аегис. Нотейл. Крест. Торрент. Неплохо подвинули. Но антимаг запрыгивает дальше. Сгрызает бэтрайдера. Пошел ультимейт от аппарата. Но только по одному. Там всю команду порешили в этот момент. Крит с Муном. И остались только Дэнди и Артстайл. Да. В принципе, можно писать ИГГ, мне кажется. Ну, трудновато будет что-либо сделать. Это, конечно, ультаппараты круто работают, долго висит. Поэтому Мирку все это время не регенится. Но вот он заканчивается. И Вангвард. 24 регена в секунду. Очень-очень много. Иглсонг появляется. Иглсонг. Пассивка третья уже. Потому что 21 уровень. И пассивка работает знатно. Помогает еще выживать в каких-то ситуациях, когда начинают его пробивать. Опять Крит с Муном внутри. Детяра уже не знают, куда ему здесь идти. Там все в сентрях, на миде. Нави вообще ничего не видит. Ну, вот, может, кажется, что нужно им как-то атаковать. Дэнди, крест. Торрент. Корабль. Хоть стаггера. Рановато вернул. Айс Пласт в молоко. Закатывается. Феникс под Сайленсом. Феникса бы забрать. Феникса бы забрать. Уже яйцо есть. Можно ставить. Можно ставить яйцо. Нажимает яйцо. Понятное дело, торрент подвоим. Артстайл попытаются поломать яйцо. И, скорее всего, даже поломают. Запрыгивают. Проходит баш. Минус Детяра. Не поломали яйцо. Детяра погибает. Почему он бежал по Санрея? Ладно, это уже не важно. Гудгейм написано от Нави. 2-0 в пользу OG. Это все равно еще не конец. Но слишком они уверенно играют. 32-я минута. У них ни одна карта пока за 40 минут даже не перешла. Первая 30 минут. Вторая 31 минута. OG просто какая-то машина. Несмотря на то, что они вроде только выиграли мейджор, должны быть уставшими. На приподнятой морали они свой турнир забрали. Главные приезжают. Не такой важный турнир. И при этом доходят без проблем по венерам до гранд-финала. И не оставляют никаких шансов врагам даже в гранд-финале. Ну, команда OG превращается в такого дотерского Чак Норриса своеобразного. Потому что действительно уже и пробуют новые стратегии. И можно сказать, что получается великолепно. И мы видим, что этот Кунг, он не просто заходит, как ты знаешь, там соперник слишком слаб. А он реально очень хорошо по стратегии заходит. И у него все юзабельные сплы. Он очень жестко сочетается со всеми героями. И ничего абсолютно не смогли сделать Na'Vi и во второй игре. По-моему, OG есть уже игра без фрагов на них. По-моему, сейчас они ни одной вышки не потеряли. Может быть, в конце что-то там подслилось. Но это уже не так важно. Это показательно, насколько жестко они контролируют игру от начала и до конца. Na'Vi все, уже отступать некуда. Теперь каждая карта может стать для них последней. Им нужно собраться и тащить 2-0 в пользу OG. Мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся к третьей карте, которая может стать решающей.